Государственные и общественные награды ко дню республики получили и члены Ассамблеи народа Казахстана. Торжественное мероприятие прошло во Дворце независимости в Истане. Эльвира Ликерова расскажет. В преддверии Дня Республики во Дворце независимости сегодня собрались все те, кто внес неоценимый вклад в укрепление межэтнического согласия и общенационального единства нашей страны. В своей поздравительной речи заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азельханов отметил, что преданность делу и стремление к совершенству каждого из них делают нашу страну сильнее и успешнее. Сегодня мы собрались, чтобы выразить признательность тем, кто вносит неоценимый вклад в развитие нашего государства, в укрепление общественного согласия и единства народа Казахстана. Вы, пример для подражания и ваше участие в жизни Казахстана, невозможно переоценить. Каждая инициатива, каждый проект, который вы поддерживаете и притворяете в жизнь, развивает чувство ответственности за будущее нашей страны в целом. Сегодня Ассамблея народа Казахстана является локомотивом всех благотворительных акций в стране. С начала этого года общая сумма оказанной помощи составила около 1 миллиарда 300 миллионов тенге. В период масштабных паводков Ассамблеи было направлено больше 1700 тонн продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости в пострадавшие регионы. А общая сумма оказанной гуманитарной помощи составила более 800 миллионов тенге. Ассамблея народа Казахстана сегодня собрала вокруг себя этносы, которые вкладывают свою лепту для сохранения мира и согласия в нашей стране. Наш республиканский центр уже два года как работает и вносит огромный вклад в реализацию проектов Ассамблеи народа Казахстана. Я хочу одно, чтобы у нас в стране был мир, радость, порядок, достаток. Все казахстанцы должны быть патриотами прежде всего своей страны, нашей страны. Мы разные, но мы единый народ. Народ Казахстана пусть процветает, пусть во всем мире будет мир. Неоценимый труд членов общественных структур Ассамблеи. По всей стране сегодня действуют Советы матерей, Ахсакалдарки, Несе, Центры Жумаржан, Общественное объединение Ассамблеи Жестаре, больше тысячи этномедиаторов и этнокультурных объединений. Они ежедневно вносят свой вклад в сохранение стабильности и согласия в обществе. В этом году в рамках республиканского проекта Мадинета Анна, Мадинета Улт, Совет матерей Павлодарской области запустил уникальный проект по популяризации народных традиций. Этот проект называется «Отбасы Таби Иргитасе. Семья основа воспитания». И в этом году мы этот проект начали с популяризации, с трансляции традиций и обрядов казахского народа. О том, какие семейные ценности передаются из поколения в поколение. И в этом году 40 учебных заведений Павлодарской области принимают участие в данном проекте. Участвование по традиции завершилось праздничным концертом с участием творческих коллективов. Эльбира Ликерова, Галмжан Абдулахат, 24КЗ.